Армянская диаспора в США устроила травлю жены Пашиняна. Сами обделались, не сумев эффективно обеспечить лоббирование интересов Еревана в ходе войны, а теперь свою политическую импотентность вымещают на женщине. У них в их проблемах всегда кто-то виноват. Об этом написал в своем телеграм-канале российский политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, комментируя акцию протеста против Анны Акабян. Сегодня жену премьер-министра Пашиняна в аэропорту Лос-Анджелеса встретили возмущенные соотечественники с плакатами, обвиняющими ее и мужа в предательстве. Первые дни Второй Карабахской войны – полторы тысячи армянских дезертиров в армии, конец войны – уже 10 тысяч армянских дезертиров, а виновата жена Пашиняна, отметил Караченко. Он также подчеркнул, что войну проиграл не Пашинян и не жена Пашиняна. Войну проиграла Армения как государство, ее идеология – армия, экономика, политический строй – вот кто проиграл войну. Войну проиграла армянская диаспора, оказалась неэффективной. Но еще самое важное – войну не может выиграть та страна, где гитлеровским коллаборантам ставят памятники на центральных площадях и чьи воззрение становится государственной идеологией, заключил российский политический эксперт. Субтитры создавал DimaTorzok